Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня в Бескеке на центральной площади у памятника героям апрельской революции городская молодежь организовала мирный митинг против коррупции и за свободу слова. Намерение выйти на митинг возникло после того, как в прошлый четверг судья Свердловского суда вынесло решение об аресте банковских счетов АЗАТЭКа, портала КЛОП и агентства 24КГ. На другой день, в пятницу, это решение было отменено, но организаторы сегодняшнего митинга «Реакция 2.0» свою акцию решили не отменять. Собралось несколько сотен человек, среди них было много журналистов. Как и в прошлый раз, 25 ноября, модератором был Улан Усиин из фонда Гошминдер. Акция продолжалась около 40 минут, но люди собрались задолго до начала и не расходились после окончания митинга. На нем звучали лозунги «За демократию», «Свободу слова» и «Против коррупционеров», «За расследование фактов коррупции» и «Установление верховенства закона». Его участники вслед за модератором сканировали лозунги «Свободе», «Азатыка, азатык», «Свобода слова», «Всех не заткнешь», «Вора за решетку», «Сколько еще фактов» и другие. «Сколько еще фактов» и другие. Другая группа других молодых людей с флагами и в белых колпаках. Они шли к митинговавшим, но охрана митинга оказалась на чеку. Они сразу заметили приближающихся и решительно не допустили, чтобы те смешались с участниками их митинга. Даже когда руководитель движения «Харкчора» Замир Векочкорбаев объяснил, что их движение тоже выступает за свободу слова и против коррупции. «Мы пришли поддержать свободу слова. Наша цель – очистить общество. Мы за свободу слова. Мы боремся против коррупции. Поймите, мы тоже боремся. Меня зовут Замир Векочкорбаев». То есть и те, и другие имеют одни и те же цели, но не желают стоять рядом друг с другом. Когда позднее один из членов «Харкчора» хотел выступить на митинги, его освистали и не дали выступить. Хотя можно было и выступить. Пришедший на митинг депутат Раскильдин Мобеков сказал, что пришел поддержать журналистов, потому что сам по профессии журналист и что никто не должен подавать иски против СМИ на такие огромные суммы. Может ли стоить честь четырех человек 60 миллионов сомов? И разве эти люди – самая высокая репутация в Кыргызстане, если честь каждого стоит 15 миллионов сомов? Были и ранее суды. И, насколько я знаю, Николай Ильтанаев засудил мою столицу на 500 тысяч сомов. Корыбкулов выиграл у республики 200 тысяч. Сарыгулов тоже выиграл 200 тысяч сомов. Многие политики судились, но иски не превышали 1 миллион сомов. На высоте оказалась и милиция, которая тоже не допустила слияние двух групп, что, очевидно, было чревато последствиями. Гражданская война в Таджикистане началась в мае 1992 года, как раз после того, как два разных митинга проводились на двух разных площадях Душанбе в центре города. И между ними начались стычки. Масштабы протеста в Бишкеке, конечно, другие, но уже имеются признаки раскола. Плохое общество или хорошее, но раскол в любом случае из них ничего хорошего никому не сулит. Две разные группы людей. Обе ругают власть. Обе выступают с одинаковыми лозунгами, но между ними может возникнуть конфликт. Этот раскол возник после того, как бывший президент, формально сложив свои полномочия, в реальности пытался удержать в руках власть. А новые руководители все никак не могут наладить в обществе согласие. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айеб. Всего вам хорошего и до свидания.